Доброе утро! Я очень рада вас приветствовать на нашем очередном уроке в цикле лекций 30 Хвала Аллаху, этот вебинар был посвящен к приближению Рамадана, чтобы мы до Рамадана в какой-то степени уже имели багаж дуа, который мы могли бы применять на практике Вот мы чувствуем приближение к священному месяцу Рамадан, уже буквально в следующей неделе, и он настанет Хвала Аллаху, что мы проживаем, дай Аллах встретить его наилучшим образом И хочу напомнить, что уже в Рамадане наши вебинары будут еще интенсивней Почаще будем с вами встречаться без ниля Сегодня же мы с вами завучим следующий дуа Это дуа Юсуфа, великого пророка, потомка Исхака, как мы уже на прошлых уроках говорили Мы знаем красивую его историю, как он стал пророком, каким образом он испытывал разные виды испытаний Но при этом не терял свою веру, он был одним из любимых сынов его отца, Якуба Эту дуа, конечно же, мы можем применять и сейчас То есть, когда мы захотим попросить у Аллаха умертвить нас мусульманами и присоединить нас к праведникам Когда мы просим у Аллаха присоединить нас с праведниками после смерти Инша Аллах, эта дуа звучит следующим образом Творец небес и земли Ты мой покровитель То есть, ты мой покровитель и в этом мире, и в последней жизни Здесь после знака остановки сыля начинается То есть, умертви меня, мусульманинам, и присоедини меня к праведникам По толкованию Ассади говорится, что Юсуф, алейсалям, да будет мир, над ним сказал Господи, ты позволил мне стать смотрителем над хранилищами Египта И распоряжаться огромными богатствами Ты сделал меня важным министром Научил толкованию священных писаний и сновидений Одарил многими другими познаниями Ты сотворил небеса и землю Покровительствуешь мне в мирской жизни И будешь моим покровителем в жизни будущей Сделай меня стойким приверженцем ислам Упокой меня, мусульманинам И присоедини меня к праведным пророкам И причистым избранникам Пророк Юсуф, алейсалям, не просил Аллаха скорой смерти То есть он не говорил умертвить его А лишь просил позволить ему исповедовать ислам Вплоть до самой смерти Господи, ты даровал мне власть И научил толковать сновидения Творец небес и земли Ты мой покровитель в этом мире и в последней жизни Умертви меня, мусульманинам Присоедини меня к праведникам Аллах с панатали наделил Юсуфа огромными познаниями Отдарил его властью Соединил его с родителями и братьями И пророк, алейсалям, с благодарностью Принял эту милость Господню И попросил Аллаха сделать его стойким приверженцем ислама Также Абу Аддель переводит эти слова Как затем пророк Юсуф, алейсалям, обратился к Аллаху со словами Господи, ты даровал мне власть в Египте И научил меня толкованию событий То есть мы знаем историю Юсуфа, алейсалям Кто не знает, обязательно изучите Обязательно прочтите эту историю В Коране вот целая сура посвящена Юсуфу, алейсалям Сура так и называется Юсуф Это 12-я сура по счёту И когда Якуб, алейсалям, его отец также был пророком Понял, что именно Юсуф станет пророком Что именно он будет исповедовать Единобожие Он его так любил И мы знаем, что когда мы в жизни что-то сильно любим Или наоборот, когда мы в жизни что-то сильно ненавидим Аллах испытывает нас этим Аллах испытал Якуба, алейсалям, пророка В потере его сына Его же братья, его же родные братья Его положили в колодец и пришли якобы Говоря о том, что он умер Что его съели волки И сколько лет отец не видел сына Он очень долго, очень-очень долго ждал своего сына Якуб, алейсалям, ждал своего сына Юсуфа, алейсалям Он в конце даже потерял зрение А Юсуф, алейсалям, был стойким Он даже не переживал, когда сидел в колодце Он только призывал к Аллаху Просил помощи у одного Аллаха На самом деле, когда сидя в колодце В одиночку, конечно же, поможет Никто не поможет, как Всевышний Аллах Суфантали Он не спасла людей Караваном, которые его спасли И он начал жить в Египте Мы знаем, у фараона Затем он и другие испытания увидел Как Зулейхой, которая влюбилась в него Делал за него замуж Но Юсуф, алейсалям, терпел эти искушения тоже И он много лет просидел в тюрьме И тогда он толковал сны Аллах Суфантали даровал ему возможность толковать сны На самом деле, нам запрещено толковать сны Тем, кто не имеет знаний Сон, сказано, это как птица Между небом и землей И как его растолковать Туда он и упадет Поэтому, если что-то вам плохое снится Вы никогда не рассказывайте кому-то Потому что, если они растолкуют Оно так и сбудется Если вам приснился хороший сон Расскажите ему этот сон Только тому, кому вы доверяете И тот, который вам хорошо растолкует То, зная этот хадис Зная, что зависит ваше толкование Полностью его жизнь Знающий и сведущий в этой религии шариате А если нету таких людей То лучше воздержаться Никому не рассказывать Аллах Субхан Таля Сам знает, как будет И мы знаем историю Как он растолковал сон двоих людей Которые там вместе в тюрьме с ним сидели И действительно случилось именно так И мы знаем большую историю фирауна Которому приснились И точные И такие худенькие Коровы Что это означало? Вообще, если нам бы сказать Мы бы это не поняли Но пророк Юсуф Алисалям Растолковал, что семь лет Будет сперва Такая плодородная Плодородный урожай А семь лет будет засуха Тогда они построили огромные сооружения Куда они все эти семена и зёрна хранили А потом они раздавали это жителям То есть он стал министром финансов Он помогал фирауну Аллах его потом почтил Он столько лет испытывал Разного вида испытаний Но Аллах его возвысил И он таким образом Стал таким человеком Которого ценили, уважали И родители, и его братья Приехали к нему в Египет Из Канаан И поклонили всему То есть там сказано И так далее Рассказывается, что солнце и луна И звёзды будут перед тобой Эти аяты тоже есть Это сура Юсуф так и начинается То есть щанс — это его отец Солнце, луна — это его мама И 12 11 С ним вместе 12 11 звёзд будут перед тобой Братья покаялись Аллах принял их покаяние И всегда мы видим В Коране, как сказано Бану Исраиль Сыновья Исраиля То есть это Сыновья Якуба Эти праведные люди И также Про них Аллах рассказывает Как о хороших людях Аллах принял их покаяние И вот таким образом Хорошим Итогом закончилась Эта история Юсуф Не хотел Тереть свою стойкость И попросил Аллаха Дуа Упокоить его Предавшимся Аллаху Будучи верующим Подчинившимся И причислить его К числу праведных Лучших рабов Аллаха Ибн Кассир Говорит о том Что мольба Юсуфа Это мольба Которую Возвёл Юсуф Правдивейший К своему Господу После того Как Аллах Завершил Свою милость Над ним Тем Что воссоединил Его с родителями И братьями Даровал ему Пророчество И власть Он попросил У Господа Всевышнего Завершить Свои блага Над ним В жизни вечной Как он завершил Их над ним При жизни И чтобы он Упокоил его Мусульманинам Во время смерти Тахак Прокомментировал Чтобы воссоединил Его с праведниками Его братьями Посланниками И пророками То есть возможно Юсуф алейсалям Возвёл эту мольбу На смертном адре Сказанном И в двух хадисах Двух сахих хадисах Достоверных хадисах Приводится что? Пример от Айши Ради Аллаханха Что посланник Аллаха Салли Аллаху Когда находился На смертном адре Он поднял палец вверх И произнёс О Аллах Вознеси меня В высшее общество В раю То есть Когда пророк Мухаммад Салли Аллаху Находился На смертном адре Он произнёс Чтобы Аллах Субханталям Вознёс его На высшее общество В раю Это сказано В Аль-Бухари И муслим И вполне возможно Что Юсуф Алейсалям Попросил у Аллаха Умереть мусульманином И вознестись В одну степень С праведниками И ещё задолго До своей смерти Аль-Хамдуллях Дорогие сёстры Иншаллах Мы эту дуа Заучим На самом деле Этот 101 аят 12 сура Начинается Со слов Рабби Коди Атай Тани То есть Господи Уже Ты мне даровал Миналь мульк То есть Какую-то часть Из власти Уалям Тани И научил ты меня Мин Та Вили То есть Части толкования Аль-Хадис То есть Событий Сперва Юсуф Али-Салям Начал говорить О том Что Аллах Ему даровал А потом Только Возвал К нему Дуа Фатыр Ас-Самавати Валь-Ард Фатыр То есть Творец Ас-Самавати Небес Валь-Ард И земли Анта Ты Валь-Ли Покровитель мой Фид-Дуния В этом мире Валь-Ахиру И в последней жизни Тауафани Упокой меня Муслиман Будучи предавшимся тебе Но здесь Муслиман Мы знаем по правилу Переходим на Вау Дела Праведников Салихин Слова Салих Праведные люди Которые будут Жить В самых Высших Сотых Раях В степенях Рая В самых Высших Степенях Рая Это самые Лучшие люди Посланники Пророки И праведники Самое Лучшее Поколение Сподвижников Дай Аллах Которые будут В самых Сотых Рая Почему бы и нет Почему бы и нам Этого не попросить Мы знаем Что мы своими Деяниями Не заслуживаем Ничего То есть Наши старания Это Капля Даже Возможно Мы мизинца Не стоим Тех Наилучших Людей Которые Делали Что-то На пути Аллаха Но мы Стараемся Мы стараемся Как можем Не видя Пророка Мухаммада Салям Не видя Этих Пророков Но до нас Довелось До нас Это дошло Мы знаем Что это все было И у нас есть Священная книга Хвала Аллаху Кур'ан Которую мы Придерживаемся Из которой мы Такие Хорошие истории Изучаем Мы видим Что у нас Есть конституция Это закон Кур'ан Это наш шария Наша конституция В котором Аллах Субхан Талли Все Все По полочкам Разложил От самого Первого человека До самого Конца света И Дай Аллах Если попросить Что-то Аллах Говорит Что Я принимаю Мольбу Вы попросите У меня Я это Приму Человек Он не идеален Мы делаем Да Ошибки Мы делаем Грехи Но Аллах Но Аллах Говорит Не делайте Ширк А все Что вы Сделали Покайтесь И больше К этому Греху Не возвращайтесь Я вас Прощу Поэтому Мы просим Аллаха Творца Небес и Земли Покровителя Этой жизни Последней Жизни Умертвить Нас Мусульманами И присоединить Нас К праведникам Давайте Три раза Повторим Фатир السмаوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسлима وألحقني بالصالحين Фатир السмаوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسлима وألحقني بالصالحين Еще раз فاطир السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسлима وألحقني بالصالحين والآخرة والآخرة Дай Аллах, чтобы мы в этой жизни были самыми крепкими мусульманами, с крепким иманом, и чтобы были из числа тех, кому Аллах даровал наилучшую смерть. А мы знаем, что смерть она настанет, рано или поздно. И чтобы Аллах нас после воскрешения присоединил к праведникам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok